День добрый. Всех за святом. Но у нас-то день рабочий. Кто-то празднует, а мы работаем, не покладая рук. Ибо не грех зарабатывать на хлеб насущный. Ну, следуя традиции, которая недавно у меня появилась, благодаря Ирине, полез я по своим закормам. Достал несколько коробок, и в них, как оказалось... А сегодня будет только посуда? Я вижу, только посуду или еще что-то такое? Нет, были закупочки советских игрушек, так что, я думаю... То есть, сразу анонсируем, что будут и советские игрушки. Да, если кого-то это заинтересует. Ну, если посуда, то давайте начнем с посуды. В одну из коробок попалась замечательная розеточка. Опять, нет выемок под сигареты, так как мы уже к такому выводу пришли. Значит, не совсем это пепельница. Алюминиевый ободок с псевдопозолотой. Ну, достаточно неплохая работа. Штампованная, но, тем не менее, выглядит очень нарядно. То есть, понятно, что хрусталь в сочетании с мельхиором более праздничен. Но вот это достаточно симпатичная розеточка. Монетница, ключница, обзовем как захотим. Потом, вот такой вот салатничек порционный. Порционный салатничек квадратной формы. Стекло. Стекло прессованное. Очень интересный, на мой взгляд. Что написано? В последнее время я все больше и больше о посуде узнаю. Глаз. Глаз. Стекло переводится. Ну, да, это понятно. А до этого слова какое. Ну, в общем, какая-то истранщина. Из фаханглаз. Да. То есть, кто-то из ближайшего зарубежья, или, возможно, не совсем ближайшего, поставлял нам вот такую вот посуду, которая достаточно приятно выглядела. Также вот такие вот салатнички синего стекла. Парные, да? Они одного размера? Ну, да, да. Синее стекло. Кобальтовое стекло. Такой рельеф приятно. Клейма никакого нет. Лежащий, да, в руке. Ну, я думаю, что все-таки это советские. Оно как-то вот по дизайну. Ну, опять может оказаться какая-нибудь иностранщина. Нет, мне что-то кажется, что-то наше. Мы показываем, а наши зрители, я думаю, разберутся. Потом розового стекла, на мой взгляд. Карамельное. Карамельное. Мне что-то показалось на свету розовое. Ну, да, у нее есть такое. С интересным рисунком. Что-то нам попадалось таким. Нет, с похожим рисунком. Да, что-то было такое. Там ягодная была тема, а здесь цветы тоже. Нет, и было еще что-то вот, или, не помню, что-то было такое вот, по-моему, с таким же, с подсолнухом или с чем. То есть, возможно, тоже Германия. Ну, нет, мне кажется, это тоже наше отечественное. Нет, о ягодной теме женщина сообщила, посудопроизводительное. Ну, может быть, может быть. Ну, такая интересная тематика. А может, это как бы подсказка хозяйке, что, типа, здесь салат. Подсолнечник, не забудь налить масло. Листья сельдерея обязательно положи. Так, это же с клеймом какая-то штука. Мне кажется, там тоже что-то такое. Да, 67 год. Там, по-моему, 67 год. 67 год. Гост, наверное, какой-то. Ну, и цена указана. 66 копеек. То есть, однозначно. Ну, и рисунок такой вот, немного геометрический какой-то. Ну, да, вот 60-е годы, вот как раз вот эта абстракция какая-то. Легкая абстракция. Давай, наверное, вот эти вот покажем тарелы. Давай с прозрачным секоном давай заканчим. Вот попались две вот такие рюмочки. Помню, бабушки из них любили капелек каких-то накапать. А, по-моему, это для глаз. Ну, не знаю, использовать в медицине могли как угодно, но у меня бабушка... По-моему, чтобы промывать глаза. Не знаю, у меня бабушка сюда каких-то капель, хлобысь и все, и нормально. Валерьяна какую-то. Вполне. Не, ну, понятно, что это медицинского назначения что-то. В медучреждениях такие тоже часто и густо попадались. Вот такая вот интересная. Тоже салатничек какой-то. Ну, салатничек, креманочка. Вот здесь небольшой скольчик внутри, к сожалению, имеется. Да, есть немножко скольчик. И что-то мы обсуждали, тоже попадалось вот этими вот наружными пупырышками. А, да, вот с этой стороны как-то... А, кстати, была селедочница. Да. Была селедочница. Ну, здесь я не берусь судить. Да нет, мне это просто кажется для красоты, для дизайна. Да, потому что здесь функционала никакого нет. Никакого. А там был чистый функционал. Ну, вот такая вот вещь, опять же. Она со сколом, вряд ли кого-то заинтересует. Ну, нашел, показал. Выглядело достаточно нарядно. Так, вот такие две небольшие креманки, вазочки, салатнички. Тоже есть клеймо. Рифленая поверхность. Да, клеймо есть. Цена 35 копеек. Да, к сожалению, не знаю по клеймо, вот по стеклу. Но зрители пишут, пожалуйста, если вы в курсе, напишите, что это за производителя. Большая буква С, маленькая В внутри нее. 35 копеек. То есть, роганской добытой вещи. И вот такой вот салатник, значит, наш, потому что цена целых рубль 10 копеек. Вот это я знаю, это мне писали в комментариях, я уже выучила. Это Уршельский стекольный завод. У нас, по-моему, ваза такая была. Я купила вот ваза. Ну, ты купила вазу. По фарфору, по фаян. А, стоп. Еще селедочница вот такая вот интереснейшая. Тот же самый завод прошел. Да, тот же самый завод. То есть, две вещи одного производства. Вазочка, по-моему, у тебя ушла, да? Нет, ваза еще пока не... Ну, тогда ей в комплект. Ваза, салатник и селедочница. То есть, ну, вообще. Если кого-то интересует, пишите, уточняйте у Дмитрия по ценам. Телефоны и контакты, вайбер, ватсап будет под видео в описании и в моем комментарии под видео. Ну, и так, чтобы... Начнем с фарфора. Ну, вот вещь, которая не вписывается, грубо говоря, в ряд других. Нет, как же ж мы так? Ну, как же ж так? Вот такая вот корзинка. Корзиночка. Фарфоровая. Ну, тоже как конфетница может использоваться. В принципе, можно сюда и букетик цветов поставить, налить водички. Извините за такой легкий беспорядок в показе. Вот еще. Вернемся к стеклу. По-моему, Харьковского завода. Вот такая вот прессованная стекла. Наверное, блюдо это, да? Блюдо. Для конфетницы, наверное, великовато. Для салата мелкого. Для фруктов тоже можно выложить. Да, для фруктов вполне. И опять же, цена 60 копеек. Достаточно интересная. Радует, по крайней мере, то, что оно ценное. Так, корзинку мы показали. Ну, давайте пройдемся по селедочнице. Селедка рулит. Форма одинаковая, но вот рисунок разный. Деколь. Что в первом, что во втором случае. Сюда можно спецовники, кстати, выставить, как такой подносик для спецовников, использовать. Да, один и тот же производитель. Только вот клейма разного цвета. Красная первый сорт, а там у нас какая сортность? Зеленая. Второй. Второй сорт. Ну, ласточка падающая, что там, что там. Достаточно симпатичное. Пикирующая. Падающая. Пикирующая. Это же не бомбардирующая. Да, не сокол. Она падает. Стремительно. Но мне бы не хотелось, чтобы она падала. Она не упадет. Она падает на солнце. То есть ей падает еще очень долго. Так. Селедочница. Кстати, очень интересная селедочница. Я не помню, мы ее показывали, нет? Не помню я такую. Но вот мне по дизайну это 60-е годы, я бы сказала. Но клеймо-то интереснее. Переворачиваем. У меня есть, по-моему, старенькая-старенькая тарелочка. Вот с таким клеймом. Я приду домой, обязательно пересмотрю. Каменный брод. Вот каменный брод, мы что-то обсуждали по этому поводу. То есть это старое-старое блюдо. Очень старое. Относительно. Давай пока назовем относительно старое. Потому что прям старое-старое. Ну, мне кажется, что вот... Пошли розочки. Селедочница с розочками. Так, здесь позолото потерто. Ну, вот этот ситец такой. А здесь вот позолоты и не было. Здесь вот сплошной перламутр. Ну, это уже поздние, наверное, это 90-е. Вот это. Если то где-то 80-е годы, 70-е, то это... Это городница. Почему-то мне не спится. Проезжаем городница. С очень интересным орнаментом. Да, вот это очень симпатичная, интересная такая. Позолото в хорошем... Ну, есть потертости, да. Но, в принципе, так. Но еще праздничный вид сохраняет. Да. Вполне. Орнамент. У кого-то, может, есть какие-то... Цветок чертополоха, я называю. Да. Какие-то другие элементы от этих сервизов, может быть. И кому-то не хватает. Коростень, простота. Такой был, по-моему, все. Что простота? По-моему, очень тоже нарядный такой. Очень позол... Ну, геометрический, ближе к геометрическому. Вроде как и цвет... Ну, там, растительный орнамент. Ну, как-то он совсем геометрический. Ну, такой народный... Под народный орнамент какой-то. Против народного ничего не могу иметь. И... Вот такая вот вещь. Что у нас там? Бараневка. Да, барановка. Ну, вот эта вещь пойдет под названием селедочница. Всем селедкам селедочница. Ну, это, наверное, тут одна из самых козырных вещей. Я думаю, что многие женщины узнали, что это такое за вещь. Это Дулева. Старенькая. Знаменитая, да, знаменитая сирень. Вот какой год? 64-й, если я правильно увидела. 64-й год. Тут-то глазам верить. Я вижу 66-й. Ну, может, 66-й. Вот любишь ты навернуть на вещи. Придать ей старины. Как я увидела, так я и сказала. Конечно. А потом напишут, Дима назвал вещь. Ну, тем годом. Ну, опять же, вот если говорить о блюдах. Это фаянс. Это будянский, наверное. Буды. Итак, есть недолив в глазури. Да, это фабричный недолив в глазури. Это не сколы. Сейчас я покажу декольку. Большое блюдо. Ну, и следующее. Такое я вижу впервые, между прочим. Розы. Нечастое блюдо. И это у нас... Что это у нас? Барановка тоже, да? По всей видимости. В какой-то столовой, наверное, было. Насадили. Кто-то выдержал. Возможно, с пирожками утянули. Очень красивые розы. Может, и с селедкой. Человек взял на память. Есть потертости на этой деколе. Но, в целом... Ничего больше плохого сказать о ней не можем. Ну, очень приятная расцветочка. И деколь. Ну, редкая деколь. Я думаю, что редкая. То есть, не зря я рылся вот это в ящик. 100%. Да, порадовал. Порадовал. Я такой. Буды. Тоже класс. Имеются небольшие шероховатости. Сбои, не сбои. Но уже покрытие повреждено слегонцам. То есть, не в идеальном состоянии. То тоже симпатично. Достаточно. Цены будут, я думаю, адекватные на это, на все. На что вы намекаете? Что у меня всегда неадекватные цены? Это, по-моему, вообще какой-то заговор. Вот, три маленькие тарелочки. Один и тот же раскрас. Чем они оказались, на мой взгляд, интересны? На одной. Ну, на ваш тоже. Впоследствии. Видимо, примазался. Я-то обратила внимание на вот этот тарелок. Конечно, конечно, да. Так, второй сорт. Звенящая пустота. И на третий вот такое интересное клеймо. На мой взгляд, какая-то вышка нефтяная. Вопрос на зацепку. Что это за клеймо? Я подозреваю, какое-то это донецкое производство. Сейчас просто быстро не могу воспроизвести. Ну, надеюсь, наши знатоки нам подскажут. Такие, ничем не выдающиеся, просто, чтобы вот так, интересно. Один комплект и такие. В общем, будем разбираться. И все, кому интересно, тоже присоединяйтесь. Так, вот такую интересную крышечку от чайника, от сахара. Скорее всего, от чайника, потому что дырочка. Чтобы пар. Если кому-то не хватает, кто-то разбил крышечку, да. Милости просим. Можете тоже ее приобрести. Опять же. Ну, здесь, слава богу, все в порядке. Три одинаковых блюдца. Из какого-то сервиза явно. Барановка. Первый сорт, прошу заметить. Как барановка? Барановка. Если я правильно прочитал. Ладно, я напишу. Я потом посмотрю, по видео напишу. Так. Ну, похоже, барановка, да? Ну, по-моему, да. Или городница. Да, ну, бэд, гэ. Да, городница. Городница. Да, вынужден, простите. Зарапортовался. И был. Возвращен на землю. Ага. Вот четыре блюдца. С вот таки. Это Полтава, по-моему. Полтавский фарфоровый. Четыре блюдца. Как говорится. И их есть у меня. Вот это клеймо. Это одно, да? Да. Вот это очень и очень первый сорт. Да, старое клеймо. Деколь. И это у нас полонное. И хорошее, богатое позолото. Да, интересное для коллекции кому-то очень. Очень позитивно смотрится. Я при... Нестандартное, непростяцкое. Когда начал перемывать, обрадовался. Как родственников встретил далекого. И здесь есть подрисовка вручную, если я не ошибаюсь. Это деколь с подрисовкой. Давайте я подтвержу или опровергну. Да, вот есть мазки оранжевого цвета. Это именно ручная дорисовочка. Наш специалист оказался прав. Младший научный сотрудник оказался прав. Вот такие вот глубокие полумыски. Радостная осенне-летняя тема. Изобилие. Клеймо вдавлено в тесто. На мой взгляд... Во-первых, они не запользованы, не заюзаны. Да, хорошее состояние. Паянс. Симпатичные. Три штуки. Вот такие тарелочки. Тоже три штуки. Рельефность по краю присутствует. По золоту нетронутая. Да, хорошее состояние. Бери и пользуйся. Ни в чем себе не отказывай. Дорогой зритель. Опять три. Посмотрите. Лавровые листья. В черном и золотом. Напоминает мне почему-то кофейный сервис Пегас есть. Тут что-то в этом роде. Да, наверное. Коростынь порадовал. Вот таким вот орнаментом. Что-то мне навеяло. По-моему, это для олимпийцев делалось. С намеком на лавровый венок. Может быть. Так, ну, вот две таких тарелочки. Ну, тут есть тоже вот здесь потертости по золотой. Это в лучшем состоянии. Это трафарет, рисунок при помощи аэрографа. Вот так вот. Май ему, ты шо май ему. В общем, все это. Ну, ничего себе. Посмотрите. Пять тарелочек. Одинаковые, да? Да, коростынь. Тот же коростынь. Опять какой-то цветок чертополоха. Это, по-моему, не чертополох, а что-то другое. Ну, мне хочется, чтобы это был чертополох. И хорошее состояние. Да, состояние. Позолота на месте. Деколька вот. И масса позолота. Потом вот два, вот, две вот таких тарелочки попалось. Тоже бодренькие такие, яркие. Очень праздничные. Цветочный орнамент, деколь. Возможно, вот эти в центре цветочков сделаны вручную. Точки поставлены. Да, 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 да. То есть, можем... Доработка тоже вручную. Да, можем говорить о подрисовке вручную. Да, подрисовочка такая, легкая-легкая. Ну, тем не менее. Здесь по одной тарелочке, да, такое? Это блюдце. Да, это, по-моему, мне писали, вот что-то я видела на барахолке. По-моему, это под бульонницу, если я не ошибаюсь, написали. Это может очень быть. Что Алена тогда сказала, это под большую чашку. И вот нам, по-моему, написали, что это под бульонницу. То есть, был такой комплект. Ну, вот, по три таких вот тарелочки. Два вида, по три. Зеленый тоже позитивный цвет такой. Да, такая вот летняя. Кстати, вот у нас там какой-то сочник вполне возможно может быть. Отсюда? Нет. Хотя... Давай покажу пока эти тарелочки. Пока сравним. Не оттуда, да? Не воно. Не свистит, да? Не свистит. Ну, и вот так вот тарелочка. Тоже коростынь. Коростынь разнообразием посуды сегодня порадовал. Я бы сказал, даже ее немного с избытком оказалось, как на мой вкус. Ну, как говорится, говорим спасибо за то, что есть. Ну, и подвести посудную часть к завершению. Хотелось бы, было найдено вот такая простая вазочка, карамельное стекло. Вообще не притязательное. Думала, что это плафон от керосиновой лампы. Ну, тем не менее, это вазочка. Говорит, в вашей вазочке горлышко запаянное. И дно отвалилось. Такое. Да, да. По-моему, это именно эта ваза. И вот такая вот, небольшого размера, но очень увесистая пепельница. Хрусталь. На три папиросы. Кажет, то шкварчала ваша папироса. А я думала, то шкварчала ваше сердце. Вот Проня Прокопьевна могла бы оценить это однозначно. Кажет, стоя, сидя, лежа, неси шкуру чью, бачкину. Вот такие вот вещи. Игрушки в студию. Да, игрушки в студию. Это просто... Я вчера был рад, когда ко мне не зашли. Мне их занесли. И, кстати, раритет. Крышечка на пятилитровую баночку. Если кто-то... Кому-то ее не хватало, то вот она, пожалуйста, есть. Возможно, кому-то нужна. Для полного счастья. Это, кстати, крышка, которую... Как это... В кипятке надо держать перед тем, как закрывать. Угу. Термокрышка. Термокрышка, все равно. Так, вот такая вот шахматная доска зашла с полным набором фигур. Деревянные, да? Деревянные фигуры, да. Единственный такой недостаток у них, у некоторых фигурок нету. Они отпали уже тропичные дермантиновые наклейки. То есть... Полный набор, да? Полный, полный. Ежели кто-то желает свое чадо пристрастить к этой величайшей игре... Милости просим. Крючочка здесь нет. Вот про крючочек можно было бы и промолчать. Но мы ведь честные. Мы сразу говорим, крючочка нет. Что видим, то и говорим. Поэтому 200 гривен. Так, ну... Главное, что меня порадовало... В этом объеме... Вот этот вот автомобиль. Бакелитовый. То есть, я думаю, это годы 50-е. Из недостатков обломан бампер у автомобиля. И одно из колес неродное. Ну, честно говоря... Первый сорт, цена 28 копеек. Да. Дореформенная какая-то игрушка. 50-е, 60-е. Точно уже не более новая. Очень интересная. Пытаюсь в интернете. Нашел только в одном месте. Пока разбираюсь по ценам. Я считаю, что для людей, кто коллекционирует игрушки, это неплохая находка. Ну да. Для меня хорошее приобретение, для вас хорошая находка. Так. Значит, вот. Существует мнение, что в Советском Союзе не было дистанционно управляемых автомобилей. Хочу вас разочаровать. Были. Вот. К этой части автомобиля была привязана обычная резинка от трусов. И любой советский ребенок оттолкнул автомобиль в один конец комнаты. И потянув за резинку, мог его подтянуть к себе. Так что было. Все у нас было. Не надо наговаривать. Так. Вторая бибика, я бы сказал. Немного разукомплектованная. Там внутри отсутствует какая-то деталь. Жестяная моделька с пластиковыми стеклами. Руль на месте. Возможно, нет. У гаишников там сверху был фонарик прикреплен. Какой-то автомобильчик. Советский. Производитель радовал детей. Помню, эти машинки были очень недолговечные. Поэтому вот она дошла вот в таком хорошем состоянии. Вот такой вот зашел автомобильчик в розовом раскрасе. Стекла на месте. Фары на месте. Все на месте. Это Запорожец? Да. Причем еще тех времен. 50 коп. Да. Замечательная моделька. Тоже готов с нее расстаться. За каких-нибудь гривен 250-300. В общем, предложите что-нибудь. И, опять же, радость советского ребенка. Обезьяна с лапами, с крутящейся головой. С вот этим вот отпадающим, я так подозреваю, самодельным жабом. Чем хороша эта обезьяна? Вот ее можно было зацепить. Там где-нибудь и она висела. Причем можно было зацепить как за руки, так и за передние лапы, так и за задние. Потому что ни рук, ни ног в обезьяны нет. У нее только лапы. Две пары. Передние и задние. Тоже, наверное, 70-е годы. Ну, 70-е, да. Таких-то я уже помню наверняка. Вот такой вот пупс позитивный. Руки, ноги на месте. Улыбается, машет. Не самая дорогая игрушка. Более ценятся германские. Из тонкого стекла. Ай-яй-яй. Ничего, я починил. Ты поломала, я починил. Ручку я поломала. Починим и ручку. Вот этот замечательный. Я не показал это толком. Не показал. Конечно, вы ломаете, а я показываю. Вот так вот. Вы ломаете, а я чиню. Я чиню. Савва Игнатич. Она и говорит, Савва Игнатич, оставайтесь. Это в его руках все горит. Так. Замечательный пожарник. У меня, помню, таких было. Штук 12. Была пластмассовая пожарная машинка с лестницей. И это комплект еще. Да. И в комплекте шло несколько пожарников, которые расставлялись. Или были ячейки, куда они вставлялись. Потому что были еще броневички, там танкисты, пехотинцы были. И целая серия игрушек из серии Чиполино. У нас есть сам Чиполино. Сеньор Помидор. Тоже одна из моих любимых сказок. Джанни Радари. И мультфильмы какие классные были. О борьбе за свободу. О революции. Да, да, да. Так, Пантыква. После того, как мы подняли цену на воздух, вы стали меньше дышать. Да. Сеньор Помидор. Мистер Груша, играющий на скрипке. Ну и конечно, вот эта вот резиновая белочка. Которая очень позитивная. Жалко, свистульки уже в ней нет. Но морда у нее остается такой же хитрой. То есть, неплохое состояние. Ну и думаю, один из приятнейших моментов. То, что попалась мне еще вот такая игру. Наверняка ее помнят все. Я помню, да. Шарик пил и полетел. Что ж такое-то? Шарик. Вот. Выбил 30. Давай теперь я. Давай. Находясь где-то в автомобиле. Я убежала. Счастливенько. Все, покарахтила в депрессию. На этой позитивнейшей ноге. Все? Все. Да, коробка большая. Игрушка вселенная расширяется. А я-то думала, да. Хороших вещей больше не становится. Стоимных. Тут уже хотя бы хороших. Старинных я не претендую. Поэтому всем спасибо за то, что вы были сегодня с нами. До новых встреч. Спасибо большое. Всем спасибо за внимание. За отзывы и за покупки. Пока. До новых встреч.